Всем привет, ребятки, с вами Flash. В этом видео я покажу все стационарные видеокамеры, которые добавили разработчики. К ним можно подсоединиться, имея компьютерную станцию, и вы можете наблюдать за сервером, даже не выходя из дома. На данный момент добавлено аж целых 28 видеокамер, причем парочка были изменены, я их покажу. Все коды доступа уже известны. Итак, поехали. Начну с видеокамер, которые были изменены. Первая находится наверху сферы, раньше она смотрела ровно на лут, теперь ее развернули в противоположную сторону. Возможно, разработчики посчитали, что это слишком имбалансно сразу видеть, есть лут на сфере или нет. Также я обратил внимание, что добавили вот такую вот лампочку-индикатор видеокамерам. Возможно, она горит, когда камера подключена к сети. Вторую камеру, которую изменили, ну как изменили, ее просто удалили, она находилась на аэропорту, здесь вот при входе в лутовую. Я ее показывал в прошлом своем обзоре. Висела она вот здесь и смотрела на эту синюю дверь, теперь ее больше здесь нет. По каким причинам, непонятно. Ну а теперь переходим к самим камерам, а точнее к тому, что мы будем из них видеть. Буду показывать по очереди, по монументам, чтобы сразу не добавлять все 28 камер сюда в список. Кстати, чтобы удалить камеру из списка, достаточно нажать на крестик рядом с названием. Вот так. Собственно, сфера. Там есть две камеры. Первая называется дом 1, которая смотрит, что творится у ее основания. Вторая камера должна называться, по идее, дом 2, но разработчики сделали совершенно другие названия, вы сейчас это увидите. Дом топ. Это как раз та самая верхняя камера, которая смотрит в противоположную сторону. Для чего она, ну, не знаю. Но хотя, в принципе, обзор хороший. Кто здесь строится, можно посмотреть рядом со сферой. Может даже кого-то увидеть, кто бегает. Аэропорт. Там осталась одна видеокамера, которая смотрит на НПЗ. Название камеры Airfield Garage. То есть вот эта камера. Сразу можно видеть. Есть бочечки. Может кто-то что-то плавит. Переходим к городу Мирных. Там 4 видеокамеры. Давайте посмотрим, что они нам показывают. Первая это музыкальная площадочка. Хороший обзор. Кстати, чилл-зону отсюда тоже видно. Вторая это, собственно, чилл-зона. Та же самая камера рядышком. Далее улица. Можно посмотреть, кто что крафтит. И тут еще магазинчики стоят. Ну и последняя это НПЗшечка. Четвертая видеокамера. Следующий момент это город бандитов. Там установлено 2 видеокамеры. Одна расположена прямо напротив магазина с оружием. Вот написано в Японс. И вторая, конечно же, в казино. Кстати, уже кто-то писал в комментариях, что якобы можно подключаться к этой камере. Смотреть, кто играет. Даже слышать, наверное, по звуку. Потому что звук-то слышен от камерами. Микрофон имеется. Кто выигрывает. И потом этих людей караули. Там целые схемы разрабатывали. Один смотрит сюда. Там вторые, третьи друзья стоят на выходе из города. И ловят тех, кто играет здесь. Забавная схемка. Включаем он звук. Что слышно? Есть микрофон. Даже слышно, как колесо вращается. Следующий монумент. Это малая нефтевышка. Там установлено аж целых 6 камер. Начнем с самого нижнего яруса. Oil Rig Dog название. Это куда все причаливают лодочку. Откуда начинается, собственно, подъем. Сразу видно, кто там, что ходит. Далее. Первый уровень. Отличный обзор. Вот по нефтевышкам вообще вопросов нет. Второй уровень. Oil Rig 1L3. Третий уровень. Четвертый уровень. Прям такой хороший обзор. Сразу видно, ящик на месте или нет. И шестая камера. Это у нас площадочка с посадкой для вертолета. Тоже все шикарно видно. Ну и последний монумент, который лидирует по количеству камер. Какое-то умопомрачительное количество. 13 штук. Это большая нефтевышка. Если честно, я не совсем понимаю, зачем столько камер было туда пихать. Можно было распихать хотя бы по другим, каким-то РТшкам. Там по космодрому, по военным туннелям. Там почему-то до сих пор ничего не установили. Но поехали. Большая нефтевышка. То же самое место, где причаливают лодочки. И пошли далее. Названия вы все видите. Я их не произношу. Можете спокойно запомнить их, переписать. И потом сами вбивать, когда это все сегодня уже добавится. Разные уровни. Вот они в принципе и написаны. L3. Обзоры, конечно, тут шикарные. Сразу видно, что где кто находится. Реально уже может быть даже появится должность в кланах какой-нибудь компьютерщика, наблюдальщика, который будет координировать все действия клана, когда идет война на большой нефтевышке. С другим какими кланом. Потому что действительно можно отслеживать и подсказывать, где кто находится, где кто спрятался, сидит. Но обзоры, конечно, тут великолепные. Все видно с разных ракурсов. И последние две камеры. Ну и, конечно же, вертолетная площадочка. Вот на этой камере видно, где находится ящик. Oil Rig 2L6A. Вот такие вот видеокамеры, ребятки. Пишите свои комментарии, что вы насчет этого думаете вообще. Хорошо это, плохо. Ну, в принципе, на сфере камеру развернули. И теперь непонятно вообще, есть там лут или нет. На других ртежках не добавляли. Может и не добавят. Ну, в принципе, интересно. То есть, подключиться, посмотреть, что происходит на сервере, мне кажется, круто. И еще небольшое улучшение в плане электрики. Теперь в описание предмета электрического добавлены сразу его характеристики. Например, источники питания. Вот, допустим, батарейка. Сразу на сколько она выдает, сколько у нее емкость, сколько заряжается. Солнечная панель, также генератор с ракет выдаёт, ветряная турбина, 150, потребление единичка. Всевозможные переключатели, ну и потребители. Сразу всё написано. Всё, ребятки, с вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.